Настоящий турист это тот, кто умеет вязать узлы, кому не страшны лесные препятствия, кто знает бардовские песни, умеет варить похлебку на костре, колоть дрова, разжечь огонь и делать многое другое. Туристический слёт из года в год является популярнейшим мероприятием у школьников. Только в этом году в турслёте приняли участие 30 коллективов из разных школ Дмитровского района. К этому событию школеры готовятся заранее. В команду берут самых умелых туристов и спортсменов. Многие ребята стремятся сюда каждый год и гордятся тем, что их взяли на турслёт. Здесь интересно даже детям, которые могут просто приехать, находиться, можно найти новых друзей, пообщаться, поиграть в любого вечера. У нас заняли ребята первое место в ориентировании, я, к сожалению, не участвовала. Я участвовала в вязке узлов. Очень, правда, долго был конкурс, но очень интересно. Было от каждой команды по два человека, и мы заняли с девочкой, с Таней, первое место. А в школе выживания были вопросы, 20 тестовых вопросов, и мы заняли третье место. Мы ответили 15 вопросов. Вместе со своими учениками, заядлыми туристами, становятся педагоги. Они так же, как и дети, живут в палатках, едят пищу, приготовленную на костре, и не спят по ночам. Потому что их подопечные всю ночь общаются под открытым небом и поют песни под гитару. А утром, как ни в чём не бывало, школьники идут на новые задания. Например, на туристическую полосу препятствий. На этот раз она была представлена такими заданиями, как вертикальная паутина, навесная переправа, переправа через бревно и мышеловка. Задача команды – пройти без ошибок все препятствия и показать лучшее время. Всем довольна. Мы прошли все этапы очень быстро. Наша команда была очень слаженная. Ребята очень у нас спортивные, занимаются в различных конкурсах. Кто-то футболом, кто-то волейболом, кто-то просто бегает по утрам. В принципе, мы каждый день готовились к турслёту, к школе безопасности. И каждый день мы бегали, тренировались, качали пресс и занимались физической подготовкой. Тема турслёта Дмитров «Город воинской славы» в этом году была приурочена к юбилею Великой Победы. Поэтому некоторые конкурсные задания были посвящены патриотической теме. Например, конкурс «Стенгазет». В походных условиях шкалеры придумывали содержание плаката и рисовали сюжеты, используя всю свою творческую смекалку и фантазию. А некоторые команды добавили патриотические краски в обустройство туристического быта. Идею печки, которая у нас на территории нашего лагеря стоит подал, нам заядлый походник Николай Николаевич Беляев. И он нам помогал построить эту печку. И вот в полдевятого он начал её строить, и уже к времени приезда ребят печка готовила первую кашу детям. Это очень понравилось. Дети были в восторге. Вроде не костёр, а почти настоящая русская печка. Мы воспользовались нашими баннерами, которые посвящены и битве под Москвой, и защите нашей Родины в 1941 году. Мы привезли с собой наш бронепоезд, который тоже нашёл отображение в этом лагере, большая палатка и дальше маленькие вагончики. Конкурсная программа «Слёта» включала несколько заданий, в том числе командные игры, школы выживания, ориентирование на местности. После каждого конкурса подводились итоги. Лучшим коллективом по результатам двух конкурсных дней стала Синьковская школа номер один. На втором месте Яхромская школа номер три. На третьем Яхромская школа номер два. Замкнули пятёрку лучших команд Дмитровские школы номер десять и один.